добрый день уважаемые зрители подписчики и гости канала а те кто еще гости рекомендую подписаться и стать подписчиком поскольку вы таким образом не пропустите массу интересного интересные походы интересные путешествия и приключения и так мы находимся я стартовал ровно 12 часов дня август месяц конец августа и мы с вами стартовали в поход двух двух или трехдневный две или три ночи я должен буду провести я планирую провести на малом юринском озере на это лето планировал этот поход хотел просто пойти в одиночестве посидеть ловить рыбку отдохнуть помедитировать поиграть на гитарке кстати и взял маленькую гитарку вот и вот выдалось времечко несколько дней свободных есть я решил пойти нисколько не жалею кстати погода шикарная просто шикарная погода не мы еще поговорим и так деревня дебриво обозначена у меня как малонаселенная но дворов больше чем я ожидал ну это неважно оставил здесь машину натали наталья спасибо большое за содействие российскому туризму вот и мы стартовали в сторону реки озерная пока иду по ровной дороге и можно не смотреть под ноги особо решил рассказать немного о самих озерах а также о моей истории посещения этих озер большое и малое юринское озеро находится в Вяземском районе в 40 примерно пяти километрах от этого города дороги к озерам нет раньше была там деревня юрина но она развалилась и опустела остались юринские озера и урочище с остатками с остатками коровника по моему или какого-то там какой-то постройки сельхоз назначения так пропустим машину продолжить и так два озера абсолютно практически идеально круглой формы одно большое 500 метров в окружности и малая соответственно 350 метров диаметре диаметре было дважды на большом юринском на рыбалку первый раз пришел аж лет пять назад туда такое болотистая такая местность и подъехать можно на внедорожнике есть единственное место такое а-ля пляжик откуда можно стартовать на лодке удобно купаться и ловить рыбу там я ловил каких-то кушков ну и тогда не сдавался целью рыбалки я в общем-то своих походах вообще не ставлю цели наловить рыбы вот прям чтобы наловить то есть я беру удочку если есть водоем и по отзывам есть рыба ну с тем что просто порыбачить получить удовольствие но если поймал рыбу приготовить и съесть соответственно на большом юринском много браконьеров я там видел сетями людей на лодках ставящих снимающих сети наверное уже с электро удочками там пробили все потому что по слухам там было очень много раков теперь там раков нет то есть выгребают и так иду я на рыбалку и заодно пособирать грибы грибов говорят много есть лисички есть подосиновики белые в общем у меня много целевой такой поход с отдыхом знаете потому что впереди учебный год не учебный рабочий год который надо начинать с новыми силами силы уже набрался но это такая знаете изюминка или а как скажем вишенка на на вершине торта вот кстати алтайский поход закончился неделю назад и когда вы видите видео уже наверняка вышла первая серия вдвоем алтайское путешествие 20 дней анонсирую для тех кто не знает заходите обязательно интересно мы с надюшкой их преодолели 115 километров 7 перевалов видели 7 шикарных озер заснеженные вершины попали в пургу и загорали при 25 градусах то есть было все было много диких животных были ягоды были грибы короче то есть алтай сказка ребята приходите заходите посмотрите на то что я для вас с ним снимаю и то что для вас я выкладываю алтайское путешествие ссылка тоже будет в описании пока добирался сама забрасывался сюда отметил для себя большое количество лесопилок и вывоз большое количество вывоз древесины вот это здесь не находя немножко реки озер на такого здесь не было пучкова там где большой староселье и прочее и дальше 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 все выезды с трассы вот видите с этой стороны тоже абсолютно все почти все выезды данной местности забиты складами древесины только что спиленной и курсирует вот эти лесовозы вот честно говоря вот еще два года назад когда здесь последний раз проезжал ничего подобного не было что за повальная вдруг набрасывание на древесину кто не вообще пробивал ребята попробуйте вот кто местные если время есть просто поинтересоваться в министерстве природы написать вот тут фотку сделать да и жалобу типа я вот сомневаюсь что это такое почему есть такое почему у нас гектарами выпиливается лес вдруг это незаконно но я уверен что незаконно на чтоб тут занялся вот свернул я с асфальтовой дороги на старую военную по которой я ходил выглядит она вот так совершенно очевидно что ну я вам показал бревна там что здесь работает лесопильная техника и в данный момент скорее всего и вы знаете меня терзают смутные сомнения остался ли лес там куда я иду сейчас прошел километр четыре без привала подходим короче тишина и вот тут первая техника экскаватор что-то делает до сих пор я смятение ведь к дороге у меня было были те же самые ощущения когда говорю костра их портили вообще напрочь даже не хочет дойти больше урочища тишина вот здесь вот вниз вот на этом паль на этой полянке вот на этом холме вот делать березки дальше мы пройдем здесь была достаточно большая деревня на берегу реки озерная вот там ее видно немножко вот но она и пришла в упадок опустела и от нее теперь остались ямки копателей которых тут много я как-то здесь шел чуть ноги не переломал отдыхая он там по моему березках он там отдыхал вот сейчас нам где-то привал делать и где-то попить водички совсем вылетел с головы что август теперь конец августа это сезон оленях кровососок таких насекомых мерзких они прыгают деревьев них есть крылышки вот приземляются на на тело крылья уже могут скидывать они такие плоские начинают лазить по тебе залезать под одежду в волосы вот лазь по телу вот их сложно скинуть мерзкий не то чтобы они кусались видимо они кусают только этих то ли лосиные вши то ли олени кровососки вот такое название помню как-то они мне подпортили один из походов или два похода с тех пор я с осторожностью ходил в августе по смоленщине вот раньше такой гадости не было кстати говоря это вот кто-то завез эту заразу к нам враги сейчас море лазит это еще по полю хожу хорошо если будет вот так вот немного как сейчас но сейчас мы с вами скоро пойдем в лес непосредственно и посмотрю как там причем от них не спасает ни овни рифтомит вообще ничего не спасает им плевать вообще на любые средства они лезут волосы это красивая живописная лесная дорога после вмешательства человека суда превратилась вот в такое вот что мы имеем так это все в ту тему в тему спила леса распахивание бульдозерами того же леса блин короче эти кровососки вот покажу видно они все блин короче не знаю как я буду они ползут их надо снимать постоянно они пачками садятся и ползут по телу по волосам вообще омерзительно болеть здесь речка и я тут переходил на ручей такой низина я помню здесь по сухому переходила теперь видите во что превратилась но причина причиной уже озвучивал так озвучивал все как-то надо переходить лезут меня насекомые пачками просто кошмарно кошмарно не помню дымом их можно как-то было отвалить или нет мы будем пробовать преодолевал обходил эту грязь здесь лисички нужно будет на обратной дороге собрать планировала собирать лисички вон муховик большой если он еще лисички если это вот кровососка блин лазить по волосам не выгонит меня из леса раньше вал колеса происходит тоже слышно и справа там какая-то техника еще стоит люди это не техника это у них лагерь слышно там хруст деревьев был слышен еще раз вырубки заготовлен лес большом количестве уходим налево 500 метров до озера здесь вот так вот проехали с пропилили знаешь такую пропил сделали а кругом стоят метки красной краской это было вот недавно вот еще метка и написано стоп типа досюда дальше не пойдут 500 метров до озера вот макушки здесь все стволы забрали видимо я предыдущие вырубки прошел метров 300 в лес вот так 300 где-то и сделали просеку я так понял будут этот кусок леса спиливать почистую присоединить той но уже к тому спилу от которого пришел вот ну в общем вот так дошел я до стоянки на малом юриновском озере это практически единственная стоянка ну насколько я могу знать есть еще площадочка такая для рыбалки на открытом месте на соседнем берегу мы когда поставим лагере выйдем на воду я покажу все вот но там такая на ней можно конечно палатку поставить кстати условиях вот этой вот лосиной кровососки наверное открытое место было бы актуальным но там как бы такое место открытое если случись там дождь гроза но как бы всем ветрам в общем заразы прям уже под футболки будешь предоставлен вот поэтому останавливаю здесь и хочу показать видите позади меня я здесь не был пол два года может три что меня вообще уже так с годами сколько прошло два или три уже не могу вспомнить но это можно понять по моим видео я сейчас запущу строкой кстати видео о том как и здесь был есть дам ссылку посмотрите кому интересно как здесь все выглядел два три года назад лагерь вот такой тут просто бревна у меня были где-то по-моему где-то здесь обставил палатку ешь не помню вот видите из такой навес сделали но там нет самого навеса только лаги здесь вот такой под действием листьев все это прогнулась имеется тряпка старая доска есть стол кстати вот такие табуретки растут прям под ногами эти самые подберезовики вот но это такие уже старые вот ползет зараза там есть новые ну короче грибов много вон смотрите какие красивые сейчас покажу вот кто-то это не уронил то другой есть шумовка снимать пенку с большой кастрюли ухи вот кто-то оставил смотрите какая блин нержавейка вообще офигительная ну вот короче кто-то забыл носки может и вернемся и полотенца вот стуль из нилых бревен вон там соли что-то еще оставили смотрите там потом посмотрим и и и Продолжение следует... 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 черт побери на кулик не похоже да действительно но это самый первый ребята кулик это первый в мире коржаевский кулик прототип первый экземпляр склеены еще видите вот таким тут сэндвичем так склеен в общем здесь везде клей торчит видна работа мастера рука профессионала и это действительно самый 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 первый кулик после которого пошли всякие уже новые модернизированные супер модернизированные модели там sml excel так далее но самый первый кулик именно этот народ мы отчалили к сожалению садится батарейка я чуть не предусмотрел этот момент пока качал лодку там настраивал снасти пару раз хлестанулась на середине какая-то просто крупная рыба где-то на середине для справки озеро имеет максимально глубину 37 метров где-то в середине вот в 7 5 метрах от берега уже метров 10 под нами а на середине там будет целая бездна когда накачивал был ветерок а сейчас буду успокоилась там кстати бьет хищник в ту сторону это не окунь это щучья игра вон там а кто-то я еще говорю вот раз прям на середине толстый периодически разбрекивает не знаю налим или кто у нас сегодня разведывательный таскать заплыв а завтра с утра я прям пойду прям по рыбе по рыбе все уже снасти настроены пока у меня ноль ну кидаю так вертушку знаете это самое по кувшинку сейчас туда вот сплавы надо ту конец озера и буду возвращаться у меня запланирован ужин и на сегодня достаточно лодка накачано снасти снасти собраны и завтра с утра я пойду на целенаправленную рыбалку буду пытаться поймать щуку окуня на поесть набрал водички середины озера это была операция такая экстремальная чтоб ведро поставить на берег каким-то образом топкий ну что рыбалка на сегодня безуспешно но это не страшно абсолютно я наладил снасти на лду лодку в том оставил приготовил завтрашнему дню звучатся сумерки и наша задача сейчас набрать дров рожать щепочницу и будем готовить вкусный ужин а что будет на ужин оставайтесь на канале вы это увидите в общем пока у меня там огонь борется за жизнь я тут расскажу что будем готовить на ужин есть у меня такие вот купила ведьме шейка свиная на самом деле я искал говядину я искал мякоть говядины либо стейк либо толстый край либо любой край тонкий короче говоря был в подворье был там еще в одном белмак короче дненец говядины то есть вообще какой-то кошмар вот воскресенье и мне продавщица оправдалась что ну как бы все разобрали вот не знаю берите свинину какие тут остатки не знаю оправдание это имеет право на жизнь клиент пришел за говядины ну ладно свинина я ее просто порежу на самом деле хотел спиростейки пожарить но потом подумал я так уже делал сейчас мы порежем у меня есть картофель есть я его предварительно сварил там на три четверти на я думаю вот так вот есть лук чеснок помидоры есть сало тоже белорусское масло есть приправы у меня здесь 4 перца розмарин и этот самый розмарин и в общем пока буду готовить вспомню еще этот ингредиент которая там травка но и все соль масло собственно вот сковородка есть поэтому будем жарить мужское блюдо мужской ужин сегодня у меня будет на самом деле нет ничего сложного как бы есть продукты и сковородка реже до кидай вот поэтому я нарезаю все мясо кстати осталось холодным я взял предварительно замороженную завернул там в пакетов газетки и пока не ос жарко же было она у меня постепенно оттаивала так но для сытности добавлю кусочек сальса пусть на сайт все жарится но я mom я не знаю succeed uly ocation Bitch вода 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 да она Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Разгорелся у меня костер Не горел, не горел Разгорелся Я тут заодно полиэтиленчик сжег Кстати, надо мисочку подкинуть Сжечь Заварил чайку С лимончиком Это еще лимончик с Алтая Последний сухой лимончик у нас остался С печеньками С гущёнкой Пошел дождик мелкий Дождик какой-то обещали Я сейчас смотрел Ксемлёво я смотрел Но вязьми смотрел Видишь, как льет Капец Надо, кстати, убрать коврик С ушки тоже Ну вот Поэтому, ребят Спокойной ночи Оставайтесь На канале Потому что Ну, завтра Будет новый день И будут Новые события Я буду показывать Самое интересное Еще раз говорю Надеюсь, что дождь закончится И мы с вами С утра Выдвинемся На суперрыбалку Я лёг поспать Приближается, ребята Фронт Уже Грохочет минут Двадцать Сперва издалека Теперь все ближе и ближе Где-то над нами Страшно Надеюсь, они под самыми Типа сотенными ельями Продолжение следует... 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 На озере относительно тихо, но есть всплески Вы знаете, поздновато, наверное, 8 часов идти на рыбалку, на спиннинговую Скорее всего так, но я совершенно не переживаю на этот счет В 5 часов я проснулся, там, начало 6-го И погода вызывала сомнения, я подумал, ну что, ну поеду я Начнется дождь прям с минуты на минуту, прям такое было впечатление Никакого удовольствия, вот Поэтому я сейчас практически готов, осталось вот снять обувь, засучить брюки И мы с вами прокатимся по озеру, я покидаю разные наживки Так, снарядил я вроде камеру Вроде бы она Я не знаю, ребят, по поводу уровня горизонта По ощущениям рук вроде ровно Тишина на озере Красота Вдалеке, смотрите, небо голубое, даже кусок Как бы Но тучи низкие и дождь возможен, реально, он возможен просто в любой В любую, там, 5 минут может начаться Вот с этих туч Очень красиво И тихо Так, ребята, был первый сход Вот кунёвый, прям вот здесь Видите, круги остались до сих пор Сейчас поймаем У меня что-то петля завязалась Случайно На плетёнке Не смог развязать, так с этой петлей ловлю Если что-то серьёзное клюнет, то порвётся Окушок был некрупный Вот эти петли идёт Не видно в эту камеру А, есть Я тебя поймал Ух, нормальный, смотрите Возьмём Возьмём О, и оторвался Так, ребята, у меня с почином Хотя, не знаю, брать, не брать Такой О, да ну нафиг не буду Мелкий-то ещё Так Все вид окуня Так, давайте так С хвостом До часов на ладони Ты красавица Всё, плыви Нафиг Так Ладно Рыбу поймал Ну чё, рыбу поймал Так Народ и вышло солнышко Это ненадолго Но По крайней мере Для настроения этого уже достаточно Осветило только меня Даже не всё озеро Вот так вот Так, первый окунь Но чё-то и тут На самом деле Какая-то безнициативная рыба В этом углу озера Я думаю, пару забросов ещё и попробовать Воблера поставить Может быть, другая наживка сработает Ребята, есть щука Хорошая щука Она меня утягивает в траву Блин, офига себе Так Сейчас, сейчас, сейчас Офига себе Оторвала Ребята, оторвала нахрен вообще всё Она ушла Во рту с этим Вы видели? Она у меня всё Вот это вытаскивала Как она называется-то, блин? Она мою Мой мапс Любимый Блин, килограмма на два Пиздец Килограмма на два Щука была Я видел тело её Сейчас посмотрим, чё отроза Да просто она поводок, смотрите Чё, серьёзно? Смотрите, тросик В хлам Торчит как трос, разорванный блин танком Вот это охренеть Она теперь сдохнет во рту с этой Какой у моей Блесной Нас было не камеру включать А аккуратно её вываживать Дать ей, блин, походить Офигеть Вот это щука Вот это был Акула была Так, надо ловить Короче Как ловить, блядь Я нож забыл Лагерь Ребята Это была щука Огромная Она Из башки вылетела Как называется Который вот этот вот Плавный спуск Нитки, короче Я его начал затягивать По ходу дела На целых два оборота Затянул Она всё равно В эту трещотку-то Вытягивает Ух ты Блин Вообще Взяла Думаю Последние два заброса Первый заброс В пустую Второй заброс Прям в это самое В кувшинке кинул И это тело Огромное тело Вы не видели Я видел Она разорвала Металлический Блин Вот Металлический Поводок Как она его Разорвала Вот я показываю Какая щука Так, ладно Я нож забыл Я ступил Нож забыл Не обрезать Снасть Ничего не сделать Такого вот этого Подсобного Подсобного Ничего не сделать Я вообще в шоке Вот эта щука Прям была бы Сейчас Вы что Мы пожарили бы Два кило Не меньше Я на прям удочку Согнул Ладно Покажу про току На Большой Юринская Вот прямо видите Но сперва кажется Что вроде как Можно пройти Но это не так Метров через 50 Там 70 Начинается такая Высокая Трава Высокий камыш И Завалы В общем там Поперек Кустарник Какой-то Явняк В общем Надо продираться Либо по поясу В воде Сходить с лодки Соответственно Вот либо как-то Ну Ну Вот Второй окунь Так Тенденция Ясна В общем Окунь Кормится На Выходе Реки Вон опять Окунь Ага Иди Вот Ой-ой-ой Окунь Блин Ребят Смотри Какой окунь Третий Ну и хорошо Что не стыпится Третий окунь Ну это как Малек Время Без 15-12 Клев Щучий Обрубила Ну собственно Щучий клев Состоял из одной щуки А кушков Вот здесь могу На выходе Половить Мелких Но в этом Нет никакого Удовольствия Четыре штуки Отпустил Вот К тому же Поднялся ветер Такой небольшой Не видно Границы Кувшинок С лодки Три зацепа Снимал Кувшинок Они С них не сдернуть Надо подходить Снимать крючок В общем Сделаем так Идем на базу Так Ну вот Еще один По-моему Мелкий Да Все видят Ай Не рви Не рви Не рви себе Губы Так Ребята Перебазировался И первый Заброс Окунь Вспомнил Как называется Система Система Сброса Ну Это Самый Натяжение Уровень Натяжения При сбросе Вот такой Неплохой Кстати При сбросе Лески Фрикцион Вот Так вот У меня щука Которая была Она у меня Стягивала Фрикцион На полностью Зажатом Фрикционе Ну Этот примерно Смотрите Этот был Неплох Тоже Вот Еще один Ну Этот такой Уже Неплох Неплох Весьма Неплох Или нет Плох Ну Съесть Можно На самом деле Это Самый крупный Восьмой Вот смотрите Стой Я тебе не показал Ну этот Прям Смотрите Больше Уже Он Прям До Часов Я Окунь Я Окунь О Я Окунь Ну-ка Сделай Еще Я Окунь О Сделай Красота Ребята Восьмой Матросик Ладно Восемь Это был Самый Хороший Самый Крупный Напоминаю У меня Спортивный Интерес Есть Я буду Только Трофей Либо Окунь Который В полтора Раза Больше Вот этого Либо Щук Потому Что Есть У меня Есть Что А Ковырять Квости Изо Рта Не Хочу О Давай 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 В прямом Эфире Прямо Так Как Гадал Иди сюда Иди Хороший Какой Хороший Слушайте Этого Возьму Вот Прям Вот Этот Самый Крупный Девятый Окунь Давайте Так И Этого Уже Восьмую Что Таким Охидным Голосом Сказал Стоять Стой Капец Не порань Меня О Да Вот это Прямо Окунь Все Слушайте Вот Видите Насколько Справедлив Тот Был До Часов Даже Дальше Часов Хвостом Этот Крупнее Как Схватил Слушайте Может Еще Одного Поймать Мы Еще Акуни Нажарим Ну Это Я Перезапуск Стоять Зачем Разговаривать С рыбой Стой Ну Этот Сильно Вот Я Держу Покрепче Просто Сильно Больше Часов Мы Берем А то Что-то Я Пришел На Рыбалку И Несем Ни Одного Окуня Это Было Было Странно Ладно Девятый Окунь Он Конечно Мельче Восьмого Но Даже Не знаю Пришел Я С рыбалки Результат Вы видели У меня Девять Окуней Пойманных И Отпущенных Восьмой Не отпущен Потому Что Он Большой И Я Его Оставил Я Сейчас Думал Может На Обед Его Пожарить У меня Мука Есть Специально Взял Но Он Пока Живой Там Пакет Пакет С дырочками Я В воде Думаю Он У меня Там Доплавает В воде До Вечерней Рыбалки Может быть А к нему В комплект Поймаю Что-нибудь Еще Надеюсь На то И Уже На ужин Сделаю Сделаю Рыбное Меню Вот Хотя Не Четверг Вторник Сделаю Рыбное Меню На ужин Вот Поэтому Я решил Так И Ну Конечно Ж Сейчас Я Сделаю Суп У меня Грибы Она Просто Вытягивала Как будто Его И Нет Я начал жизнь в грущевах городских, И добрых слов я не слыхал. Когда ласкали вы детей своих, Я ей спросил, я замерзал. И увидав меня, не прячься взгляд, Ведь я ни в чем, ни в чем не виновал. За что вы бросили меня, за что? Где мой очаг? Где мой ночлег? Не признаете вы мое родство? А я ваш брат, я человек. Вы вечно молитесь своим богам, И ваши боги все прощают вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снатокам вопрос, что за гриб? С одной стороны, это белый. С другой стороны, смущает, что их здесь много. Раз, два, еще. Вон там и третий видимо где-то. Да, вон третий. И, как-то не пахнет грибом. Стоит ли брать, он не червивый. Они вообще не, прям вот, я находил, Таких уже два, не взял. Они не червивеют. Короче, нет червяков в них. Слишком белый этот белый. Ну вот. И смотрите внимательно. Я подушку тронул, видите. Сейчас еще раз покажу, прям чуть ли не мгновенно. Сейчас. Появляются Появляются синяки. На вкус, но непонятно. То ли горчит, то ли не горчит. То ли, в общем, это ложный белый. Вот. Грибов в окрестностях лагеря набрал я немного. Покажу. Ну, лисичек. Даже не пригоршня. Так, поменьше. Вот. И взял немного благородных. Вот. Подосины я еще вчерашний. Пару подберезовиков таких вот. Белые многие я не брал. Я вот показывал вам, видимо, еловые, белые. Может быть и нет. Растут они странно. Прям кучами. Вот. Так же какие-то муховики я не брал. Правила, которые насчет грибов отпечатываются в моей голове. Сомневаешься, не бери. Вот. Итак, время 5.15. Отличная погода. И мы выходим в открытое озеро. Не буду менять наживку на это. Все клюет. Нет уж клюет, правильно. Теперь заброс. Десяток ушок. Сейчас пойдет обратно. Маленький. За все три зуба схватился. Ой, дурак. Так, давай. Че, кубы целы. Молодец. Живи. Так, десяток. Покуни прям пачками клею. У меня большого. Большого. Так, ребята, я вроде кого-то поймал, а он там сидит. Какое-то странное поведение. Ух, 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 ух. Так. Это что-то... Это что-то крупное. Только не в траву. Ух ты, это щука. Это щука, это щука, это щука. Так, 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 так. Ты у меня походишь, сейчас походишь, походишь и устанешь. В том же месте, ребята. Ух ты. Щука, вижу, 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 вижу. Я вижу ее, блин. Так, 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 так. Она как-то зацепилась странно. Жабрами, что ли. Сидит тут. Был бы пацачик. Так, ладно. Она намотала, блин, травы. Ходил бы пацачик. Офига себе. Рвет как. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Не уйди, не уйди. Хорошая, ты такая хорошая. Такая. Сидит. Не мотай мне траву, не мотай. Щас тебя возьму. Так, куда ты пошла? Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Сука ушла Блядь ушла Как она ушла? что ж такое то нахер это чё такое ребята почему ушла блин ушла с крючка оторвалась 11 буду пускать такого но здесь выход окуни мелкие да у меня расстройство ну ладно та щука было двушник это был ложь короче съела трос металлический это я боролся боролся с ней и она сошла просто тупо стройника наверно зацепил за губой губа оторвалась или что-то там оторвалось короче лучше я подумал 13 так ну чего ребята не знаю что делать время 15 7 еще 15 минут ловлю так это окунь которого я поймал который большой по-моему он еще живой слава богу ты живой живой давай ушел это радостно для меня сейчас все объясню ушел молодец какой-то герой целый день просидел в пакете так давайте объясню когда дойду надо дотащить вечер солнце опускается надо дотащить вещи до лагеря лодку пока оставлю сохнуть удочку на собрать завершился мой рыбацкий сезон летний я ловлю только летом на зиму не хожу вот этим днем завершающим и поставил такую сильную я бы сказал точку я поймал 13 коней последнего я отпустил на ваших глазах я ехал домой я греб короче к стоянке и только одна мысль у меня была только бы ты был живой то что я днем пошел его чистить взял доску там нож поднимаю он там такой живчик в общем полдня прошло я думал уже заснул обычно окунь как-то раз хоп и все и уже мертвые вот но я убросил воду думаю доловлю еще к нему рыбы уж там вместе почищу вот и но вы сами все видели сошла вторая щука моя но она не моя ну вот я с ней боролся подвел к лодке все было нормально и я бы еще помучил поводил поводил бы достал бы в конце концов но она каким-то образом страника сошла ребята здесь пока кипячу воду короче готовлю гречку гречневую кашу но я решил сделать гречневую кашу и рулька у меня есть свиная белорусская купил в белмаге вязьме банка 170 что-то так вот так рублей стоит в общем почитал там все качественно по супер заказу сделано 80 процентов содержание мяса ребята на такая вкусная она еще и красивый давайте покажу лучше лучше один раз увидеть искать чем 7 раз услышать все покажу я взял на пробу смотрел на нее давно начка говорит но не бери чё там какой-то рублька не патчет такое вообще смотрите короче да вот здесь жирок но это нормально морить как будто разложили частями да там с кожей кусочек такой кусочек как будто кто-то в ручную укладывал ребята это объедение это прям деликатес то есть понятно что тушенка 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 да нифига не тушенка это рулька в общем костер жарит не по-детски пошли в ход замечательные полузгнившие колотые березы дрова после просыхания они там дают жар конкретный здесь у меня чем здесь а ну играя на гитаре мне сегодня вечер музыкальный вечер чай сейчас будет я хочу исполнить вам песню немного необычную необычную тем что она не развлекательная называется колоколенко исполнял ее но моей памяти клячками имя напишу его забыли на колоколенко на горе на горочке стоит колоколенко а с нее по полюшку лупит пулемет и лежит на полюшке сапогами к солнышку с ростокоитом матерью наш геройский взвод мы землицу лапаем с куренными пальцами пули как воробушки прячутся пыли дмитрий горохова дмитрий горохова да сержанта мохова эти вот воробушки взяли да нашли тут старшой круппенников говорит мне тоненько что попринял смертушку за честной народ что на колоколенке затребнулся кровушкой раз такой раз этакий этот супер крут я к своей литовочке крепко штык приумлаживал за сапог засовывал старенький накал славу третьей степени да медаль отважную сливы к валу сторонушки глубоко в карман мне сухарик подали мне чинарик бросили сам старшой круппенников фляжку опростал я ее испробовал вспомнил маму родную и по полю ровному быстро побежал а на колоколенке лютый враг занервничал стал меня выцеливать чтоб наверняка да видать песчиночка малая цариночка в глаз попало лютому трогнула рука и от винтовку выронил да упал за камушек чтоб подумал что подумал вражина будто зацепил да видать он стрелян и сразу не поверил мне и пока мне в камушку длинно засадил да видно не судьба была пули мне попробовать сам старшой круппенников встал как на парад мигом с колоколенки весело чирикая в грусть летели пташечки бросили назад мигом с колоколенки весело чирикая в грусть летели пташечки бросили назад мигом с колоколенки горочки при горочке башни колоколенки что кому назначена чей тебе щерет рана не зажитая память не убитая полюшка да солнышко да геройский взвод рана не зажитая память не убитая полюшка да солнышко да геройский взвод и как смог ребята не знаю от души с добрым утром страна день третий и последний в этом походе начался тишина 16 градусов тепло я думаю для этого времени года 30 август дата кто считает что вороны не разговаривают они ошибаются вот этот вот особо разговорчивый уже минут десять мне что-то объясняет на разные лады я собрался время двенадцать и отправляюсь я в обратный путь хочу попрощаться и сказать спасибо что вы досмотрели это видео до конца я старался делать его интересным без приукрас все как есть и осень смотрите листья падают на самом деле осень она вот прям еще и сокол пролетел он был вчера мы на пороге осени 30 августа и завтра последний день лета хочу поблагодарить что вы досмотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно и пишите комментарии помогайте моему каналу кто чем может так вот ведерко мое тут немного лисичек чуть-чуть каких-то подосиновиков не знаю буду ли я подосиновики в общем все по ходу дело будут лисички буду лисички брать будут благородные буду благородные брать до свидания и до новых встреч и вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok